Японская диаспора рассчитывает на тебя, брат. Ой, ох, ох, братишка, она реально прет. Посмотрим, потянет ли он 100 200 к Теслу. Друзья, к нам на Хонке приехал очень интересный автомобиль. Это БХЗ-4 на двигателе Н-54. Здорово. Привет. Как тебе шла идея смотреть третий стейдж в этой будке БМВ? На самом деле идея появилась спонтанно. Просто у машины хороший потенциал в плане развесовки. Здесь почти идеальная развесовка 50 на 50. Мотор считается немецким JZ. Так чуть-чуть подкрутили турбу, поставили charge pipe. Турбогибрид? Турбосистемс. Ага, окей. Что еще, помимо турбой, пришлось поменять до третьего стейджа? Поставили катушки от B58 мотора. Самые мощные катушки. Charge pipe, метанол. Да, down pipe, ну трасса вся прямая. Поршневая родная? Поршневая родная. Да, по металлу все, по железу все. ТНВД. ТНВД насос стоит. На какие силы будешь ехать сегодня? Сейчас слабенько, где-то в районе 500 сил. Ага, 500. Короче, такой light. Низкий старт. Ну, сейчас 1,3 бара машина дует. Может там 1,4. Чья настройка? Настройка парня из Киргизии, Андрей Вакурин. Он знаменитый своим опытом по N54 мотору. Все самые мощные N54 настраивал он. Тяжкой зарубишься, 63? Легко. Но на втором стейде там под 600 коняк едет крепко. Дай бог, посмотри. Главное зацепиться. Я на старте BMW SA4 и C63 AMG. Посмотрим, кто кого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ребята, заруба просто жесть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я еб... Ой, о-о-о! Братишка, она реально прет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Очень крепко навез C-ку. В принципе, на Z4 нет тормозов, нет цепкой резины. Резины сзади. Какой-то Китай, да, у тебя? Реально Китай помогает вали так крепко? Или это третий стейдж? Это вывозит коробочка ДКТ на этой резине. Понял, понял. Это сейчас ДКТ, ребята. Вот так вот. Если у вас есть куча денег, вы можете сдать четвертую, прокачать ее в третий стейдж. В принципе, тачка реально кайфовая. Это, как-никак, каплик с хардтопом. Вы будете стильные, модные, молодежные и очень быстрые. Как развивается в Молдаве тракрейсинг? Ой, если честно, не очень. Мы пытаемся всеми силами как-то его развивать. Но наши все структуры особо нам не помогают. И при этом все. У вас там крепятся тюнинг, я слышал, нет? Ну, вообще, да. То есть, если мы где-то и собираемся, то быстренько нас прикрывают. И мы просто едем домой в плохим настроением. Поэтому единственный вариант это либо ждать лето, либо приехать к вам в родную Одессу покататься от души. Да, но мы все рады, ребята там с Молдавии. Сегодня я посетил Александр на своей очень мощной быстрой инфинити. Санечка, брат, привет. Как там японская мощь поживает? Не едет. Как нормальная BMW ломается. Очередные капиталки сделал там? Что ты думаешь? Капиталки сделал? Да. Все поремонтировал? Да. Есть какая-то искра надежда? Поехать крепко? Очень хочется. А когда, Санька? А когда мы на днем Audi, BMW и Mercedes? Я думаю, через пару недель, наверное, обкатаемся, настроимся. Давай. Японская диаспора рассчитывает на тебя, брат. Да. Машина нашего товарища. Это 535 дизель на двух турбинах на первом стейдже. Саня, быстрая тачка. Сколько сил? Не мерился уже давно. Я думаю, где-то около 400. 100-200 сколько? Даже нету, может, 400. Я не помню, я не мерил уже давно. Я думаю, секунд 12. Блин, ну это быстро. С Tesla давай разок. Так ты мне сейчас... На Брадыш Шафте. На Брадыш Шафте. На Брадыш Шафте. С Ходом? С Ходом? С Ходом. Ага, хорошо. Да, очень многие знают, что дизель это сила. Сила у него побольше. Монопривод. Но давайте учитывать, что это электроавтомобиль. Свежих технологий. Быстрый, четкий и проворный. Поедем ходарем с 30. Я думаю, что я размотаю Санину Бэху просто в хлам. Ну, конечно, просто без шансов. Может быть, Саня что-то там завтыкал. Но тут вопрос идет в чем, что на третий сигнал я нажал, сразу тачка там доли секунды едет максимально крепко, как только может. В случае с дизелем там, видимо, надо, чтобы турбина раздулась. Там солярка брызнула. Процесс пошел. Ну, поэтому и такой итог. Сейчас сделаем второй раунд. Давай дам легкую фору. На третий сигнал я еще подожду полсекунды. Видимо, не успел надуться. Я сразу попер. Давай. Да нет, друзья. Тесла объективно быстрее. Ну, в любом случае, я подождал. Он нажал. Я еще чуть подождал. Нажал. Ну, увидите, что 100-200 у Тесла куда ярче, чем у Е60 на двух турбинах. Три литра дизель на, скажем так, 400 кобылах. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ПОДПИШИСЬ МАЕЕЕ СИОПИТОЛЮСКИ ВЕЧАСА К ЛАЙКС erst advertisement. На старте 63-я цешка против NewPaid X6 двигателем 5.0D на первом стейдже. В X-е полный привод, цешки задний. Так же хотел сказать, скоро будет горячая серия с дядей Вовой и его москвичом. Дядя Вова настроился на газу. По мне послышалось, будет дуть полтора пара. И это будет очень весело, но немного позже. В общем, соперником для моего утюга будет пятерка G-серии. 3 литра турбодизель на двух турбинах это 40D. Машина на втором стейдже, в ней 400 лошадиных сил плюс. Привод полный. Пятерка G-серии будет посовременней, технологичней и гораздо быстрее, чем Е60. Даже гадалки хоть не надо. Но в любом случае мы рубанем с места, затем ходарем. Да, хорошо идет 40D. Посмотрим, пока нет ли он в 100-200 к Теслу. Максимально крепко, разрыв буквально кузов, я пускаю. Хороший, хороший заезд был, друзья, пока что на ваших глазах. Единственное, что вы видите, что у пятерки слегка был ярче старт. Ну, что делать, тут выше крыши не прыгнуть. Ну, слушай, было круто. У тебя чуть лучше 0-100. О, 100-200 там одинаково, более-менее, да. Да, спасибо. Во втором раунде поедем ходом с 40. Я думаю, что в Бехе будет не сладко. Все-таки у меня отклик на педаль газа мгновенный, а у Бехи не очень. Очень не хватает спорт, спорт плюс, DSCO, но, к сожалению, тут такого нету и близко. Да, о чем я и говорил, подхват у DSCO мгновенный. Беха пока раздула турбины, пока солярка там дошла до цилиндров. Сами все видели, навез ему там буквально кузов полтора. Но в любом случае это победа. Друзья, сейчас познакомлю вас с очень таким предыдущимся известным человеком. Это Мотомакс. Здорово, бро. У него джиксер К6 с доработками для драга. Сколько едет кодов? Лучшая 9,8. 9,8? Десятку пробил? Да, да. Два раза прыгнул, кстати, 9,9 сначала, а потом мы поставили еще заднее колесо, кованное, марчези, не понял, минус 2 килограмма, не подвесорено, и поехали 9,8,9. Бля, это очень крепко. На 600-ки поехать из 10 секунд, это действительно уровень. Обычно 600-ки где-то едут ближе к 11, 10,5 на 11, это в принципе нормально. Макс, конечно, ну реально красавчик. Готовим на старт в Пеху Е60, то это 3 литра дизель, второй стейдж, 400 лошадиных сил плюс, коробка автомат, задний привод, блокировочка заднего дифференциала. Его соперником будет Mercedes-Benz C63 AMG на втором стейдже, в нем под 600 коняк. Что, на C-шка готова повоевать? С-шку, конечно. Осталось только зацеп поймать и можно ехать. Размажет Бехисель? Если поймает зацеп, думаю, да. Без зацепа, очень тяжелая зацепа. Саня, Мерс или БМВ? Конечно, БМВ. Точно? Какая БМВ? Блядь, быстрая, дядя. Четкая, дизельная, Е60, бро. Да хорошо кого спрашивать, конечно, БМВ. Размотали Мерс очень крепко. Реально не знаю, в чем магия этих БМВ Е60.